Сегодня Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и оборонно-промышленного комплекса обсудил вопрос развития отечественных вооруженных сил. И сегодня же депутат Государственной Думы России Валентина Терешкова побывала на двух предприятиях Рыбинска, ориентированных именно на отечественные оборонные заказы. Ольга Преснухина сейчас выходит на связь со студией и продолжит тему. Добрый вечер, коллеги. Сегодня Валентина Владимировна Терешкова посетила два крупных предприятия в Рыбинске. Первым стал судостроительный завод «Вымпел». Здесь работает 1300 человек. И практически все работники пришли на встречу с легендарной женщиной-космонавтом. Встреча прошла в судосборочном цехе номер один. Здесь можно увидеть производство единственного в стране судна на подводных крыльях. Завод работает по гособоронзаказу. И Валентина Владимировна, как депутат Госдумы, отметила важность работы предприятия для страны в целом. Я хочу сказать, что мы, конечно, очень нуждаемся в вашей продукции. Мы, я имею в виду, министерство обороны, вручные силы нашей страны. После этого Валентина Терешкова посетила ведущее двигателестроительное предприятие НПО «Сатурн». В частности, побывала в лабораторно-производственном корпусе 790, где создан Центр аддитивных технологий. Эти технологии развиваются на предприятии в течение последних 10 лет. Также у сатурновцев была возможность задать свои вопросы. И сотрудники предприятия спрашивали Валентину Владимировну как о полетах в космос, об увлечениях, о семье, так и о работе в Государственной Думе. Очень хорошие были встречи и с конструкторами, и с рабочими, и с инженерами. И посмотрели, что они сделают из новых материалов, композитных материалов. Это очень важно, потому что это даёт новое развитие в промышленности, не только авиационной, но и судостроения. Так что я искренне желаю им больших успехов. Ну и напоследок Валентина Владимировна раздавала автографы. В частности, оставила свою подпись в гостевой книге предприятия. На этом у меня всё, коллеги. Спасибо. На связи со студией была наша коллега Ольга Преснухина.